В этом году еще позимнее, когда лежал снег, у нас получился недалеко от СНТ Ромашки выброс канализации прямо фонтаном из-под земли. С начала апреля мы начали наблюдать в своей реке Вохонке посторонние запахи, примеси, помутнение, повышенная пенистость была, поэтому, безусловно, начали искать источник заражения и вышли на место аварии коллектора с городского округа «Электросталь». При порыве трубы нового канализационного коллектора шла откачка канализационных стоков в старый коллектор, который такого напора не выдержал и вот случился такой выброс. Старую трубу затампонировали песком, но теперь зато сбрасывают эти стоки прямо на грунт. Вот прошло уже почти два с половиной месяца, никаких мер не принимается. Река, конечно, уже тут, уже она черная. Люди, живущие на берегу этой реки, очень сильно страдают. Всеми ядовитыми парами мы дышим, а вся канализация, которая напитала нашу землю вокруг, попадает в наши воды, которые мы пьем. Дети купаются в речке. Как? Они как светлячки будут у нас светиться. Огороды у людей поливать надо. Где брать воду? Другой воды нет. Тишина везде. Кроме как из речки. Везде нет пески идут. Никаких мер не принимается. Мы просто хотим, чтобы у нас услышали, что экология нарушается, ну, на все, наверное, 200%. Сейчас мы находимся на границе городского округа электростали и Павловский посад. И по рельефу весь объем стоков, а это порядка, по нашим расчетам, до 1000 кубов в час стекает по рельефу и попадает в реку Воханка. Тем более, это с завода электросталь идет, ну, там вся таблица Менделеева. Вот. И все это идет в нашу реку. Река впадает в реку Клязьму, Клязьма впадает в Аку. Соответственно, это уже идет экологическая катастрофа. Были взяты анализы проб с реки, территориально в деревне Грибаново, в начале и в конце деревни, которые подтвердили наличие и превышение предельно допустимых норм кишечной палочки более 110 раз, фекальных образований более 20 раз, ну и там остальных элементов, которые тоже являются вредными и опасными для человеческого организма. Честно говоря, я не устаю поражаться смелости местных жителей, которые вообще брали лабораторные отборы вот в этой вот черной жиже. Мало того, что она растекается и затапливает все в округе, она уже практически подтопила вот здесь электрооборудование. И самое ужасное, что страдают дачники, которые становятся заложниками этой ситуации, они не виноваты в аварии коллектора, но уже на протяжении нескольких месяцев наблюдают, как их участки постепенно затапливают вот эту зловодную жижу. И мало починить и устранить аварию, необходимо еще рассчитать экологический ущерб, который был нанесен огромной территорией, и обязательно ликвидировать этот ущерб. Сегодня мы находимся в СНТ Надежды, и здесь буквально затопило все. И видите, здесь началась цепная реакция, обрушение этого коллектора. В апреле месяце поплыли мы, а сейчас вот после ливня, который прошел буквально там 2-3 дня назад, следующее соседнее СНТ также стало проваливаться. Все утонуло, грядки все утонули, участок весь утонул. Можете вот, пожалуйста, пройти, посмотреть. Весь участок плавает, дом плавает полностью. Вся вот эта вот сточная вода, эта канализационная вода, она вся течет по рельефу местности в лесной массив. Не только плавает наше СНТ, но и СНТ Криулина, который находится где-то, наверное, в районе 2-3 километров от нас, они также стали плавать, как и мы. Никто не хочет заниматься этой проблемой. Но что же остается делать жителям в данной ситуации? Мы со своей стороны также направим все нужные запросы, будем следить за ситуацией, найдем виновного для того, чтобы он ответил сполна.